Привет, друзья! Продолжаем свой альманах-круизёры, в котором мы рассказываем про 10 главных, на наш взгляд, достопримечательностей во всех странах мира. И сегодня мы расскажем про главные достопримечательности Австралии. Столицей является Камбера, население 25 миллионов человек, бывшая колония Великобритании. И, конечно же, у них на гербу красуется красивый страус и кенгуру. Если вам интересна короткая история Австралии, а ей всего 400 лет, вы можете ознакомиться с ней, а мы переходим к нашим главным достопримечательностям. И первый в нашем списке это Большой Барьерный Риф, или Национальный Парк Рифов, несенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поистине огромен, его площадь составляет около 10% от площади всех коралловых рифов на нашей планете. Подводный мир рифа настолько красив, что напоминает некую сказочную иллюстрацию. Только представьте, как на фоне огромных коралловых садов и многочисленных растений, грациозно проплывают сотни красивых рыб. Этим рифом невозможно насладиться ни за неделю, ни за месяц, и даже за год. Эта природная красота просто завораживает и поражает, и мы обязательно рекомендуем вам посетить и насладиться этим местом. А мы продолжаем. Номер 2 в нашем списке это озеро Хиллер. Живописное озеро, вода которого имеет необыкновенный розовый окрас, расположенное на острове Мидл. Какие-либо комментарии здесь абсолютно излишни. Просто насладитесь этими цветами, посмотрите какие они яркие, сочные. Десятки тысяч туристов приезжают только для того, чтобы своими глазами убедиться, что вода действительно розовая. Ученые до сих пор не знают наверняка, почему вода розовая. Одни считают, что из-за специфических микроорганизмов, другие считают, что из-за солей и преломления солнечных лучей. Номер 3. Голубые горы. Своё название эта местность приобрела неспроста. Огромное количество эвкалиптовых лесов, произрастающих на горном массиве, постоянно выделяет в воздух пары эфирных масел. Лучи солнца, преломляясь, образуют голубоватую дымку, создавая атмосферу таинственной сказки. Любителям эвкалипта определенно только сюда. А мы двигаемся дальше. И четвёртая в нашем списке – это гора Улуру. Восьмое чудо света, священное место, Красная гора. Всех этих почестей удостоена эта гора Улуру. Именуемая также Айрес-Рок. Это одна из самых узнаваемых природных достопримечательностей Австралии. А всё это из-за того, что в течение дня гора меняет свой окрас несколько раз. Всё это зависит от солнечных лучей и погодных условий. Я желаю вам обязательно посетить это место. Номер пять. Конечно же, Opera House. Это самое узнаваемое здание в Австралии. А всё благодаря необычному архитектурному решению и необычному проекту. И сейчас Opera House узнают во всём мире, как один из главных символов Австралии. Вечерами здесь проходят необыкновенные красочные, лазерные и световые шоу. Обязательно насладитесь этим видом. Номер шесть в нашем списке. Это остров Кенгуру. Залив Сент-Винсент. По сути, остров является неким заповедником и парком, где живут в дикой природе огромное количество разных животных. И, конечно же, в том числе Кенгуру. Поэтому остров так и прозвали. Остров Кенгуру. Вы спокойно можете приехать с гидом, посетить этот остров и просто покормить диких животных. Номер семь. Неоспоримое место за серфингом в Австралии. Это своеобразная мека среди серфингистов. Называть себя серфером и не поймать волну в Австралии – это своего рода позор. Люди со всего мира приезжают за этими волнами, за этими 20-30 метровыми волнами, чтобы насладиться всей прелестью жизни серфера. Номер восемь в нашем списке – это Королевский каньон. Раньше каньон имел статус священной земли для местных аборигенов. Сегодня же он приобрел статус важной достопримечательности Австралии своим уникальным природным явлением. 200-метровые стены в высоту формировались миллионы лет, приобретая необычную форму под воздействием ветровой эрозии. А внутри каньона произрастают сотни зарослей папоротников, находят приют сотни видов животных. Все это благодаря стенам каньона, которые для местной флоры и фауны играют роль в защите от пустынной засухи. Номер девять в списке – необычное явление скала Каменная Волна Западной Австралии. Это удивительная по красоте достопримечательность Австралии в виде необычного по форме скального образования, в виде, конечно, каменной волны. Протяженность ее более сотни метров, высоту – 15 метров. Ежегодно сотни туристов приезжают, чтобы воочию тоже увидеть это необычное явление природы – скала, застывшая в форме волны. И десятая достопримечательность – это скалы 12 апостолов. Это группа скал 12 апостолов, которая стала символом Великой Океанской дороги, протянувшейся на захватывающей высоте над побережьем. Самая живописная панорама открывается взору в утренние и вечерние часы, когда приглушенный солнечный свет придаёт пейзажу таинственность и насыщенность красок. Ну вот и всё на сегодня, друзья. Если вы считаете, что я пропустил какую-то важную достопримечательность, обязательно напишите об этом в комментарии. А если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк. Всем хорошего настроения. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok